Ну а ГТР Каудмуртия и Русфонд продолжают акцию помощи больным детям. Принять в ней участие и помочь может каждый житель республики. Для этого нужно просто отправить СМС на короткий номер 5542. Сегодня помощь нужна трехмесячному Артемию из Глазова. У мальчика тяжелое врожденное заболевание. Рассказывает Елена Лебедева. Ну-ка, расслабь ножку. Расслабь ножку. Массаж и гимнастику этому малышу врачи прописали с рождения. У Артемия двусторонняя косолапость. У кого-то слово может вызвать улыбку, но для мамы Артемия Светланы это страшный диагноз. Она услышала его сразу после родов. Правая ножка у нас сильнее косолапит. Получается, если ее оставить просто так, вот ребенок, грубо говоря, будет вот так вот ходить. Чтобы зафиксировать ножки Артемию, за три месяца жизни уже неоднократно накладывали гипс. Но носить такие сапожки подвижному и любознательному малышу было очень тяжело. Через какое-то время появились отеки. Я переживала очень, чтобы как бы это там застое не образовалось, у меня ребенок вообще бы не остался без ног. Потому что там были такие гематомы, там реально у меня ребенок мог бы остаться без ног. Если не лечить косолапость, мальчик не сможет ходить и станет инвалидом. Потому действовать нужно как можно скорее, пока стопы пластичные и поддаются коррекции. После неудачных гипсований в Ижевске родители малыша обратились в Ярославскую клинику, где успешно лечат по современной щадящей методике. Планируется этапное гипсование по панцетте со сменой гипса каждую неделю с последующей ахиллотемией. Первую процедуру трехмесячному Артемию готовы сделать уже в ближайшие дни. Но у молодой семьи нет денег. Лечение обойдется в 151 900 рублей. Сумма для Красиковых неподъемная. Читатели газеты «Коммерсанты» и сайт «Русфонд» найдут 112 900 рублей. Не хватает еще 39. Помочь их собрать могут телезрители. Для этого нужно отправить на короткий номер 5542 смс со словом «Дети». Стоимость одного сообщения всего 75 рублей. Есть мобильное приложение для смартфонов. Вся информация на сайте «Русфонд».